Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию приманочку, которая мною была опробована более, наверное, 7 лет назад, но несколько в другом исполнении. Сейчас я вам хочу ее продемонстрировать и связать, так как очень удобно и уловистое в условиях очень сильной закоряженности или же, допустим, большая такая нехорошая растительность. Все будет изготавливаться из тех материалов, которые у нас, будем говорить, мы выбрасываем. Поэтому в процессе вязания я все вам расскажу. Очень удобный суспендер, который имеет глубину погружения порядка 15-20 сантиметров, в зависимости от того, какой толщины мы на тело поставим пенку. Давайте приступим к изготовлению и в процессе вязания я вам расскажу. Крючок мы взяли двоечку, я выточил латунный конус, поставил и огрузил еще свинцом. Ну и, естественно, сделал не зацепляйкой. Необходимо подобрать кусочек пенки так, чтобы у нас огрузка и пенка позволяли нашему стримеру находиться на глубине 15-20 сантиметров. Это выполняется довольно-таки легко. Просто берете сколько вам необходимо, допустим, граммов, очень быстро вычисляется по длине свинца. Возьмите 10 сантиметров, бросьте на весы кусочек, если у вас, допустим, из наборов, типа вот таких, вот, или на катушках. И вы будете знать четко, сколько в одном сантиметре. Отмерили, отрезали и огрузку будете вымерять до десятых граммов. Такая огрузка составляет порядка трех граммов, что будет позволять с вот такой пенкой двигаться на глубине 15-20 сантиметров. То, что необходимо для нашей рыбалки. Я оставил основную нить у загиба, ее убираю. Она мне нужна будет немножечко попозже. И взял обыкновенную вот такую нить, которую я буду сегментировать нашу пенку. Мы ничего не делаем, просто единственное сейчас не украшаем. Добавим клей на цевьё, где закрепили наш свинец, снизу-сверху. И будем с вами крепить пенку с ее сегментацией. У загиба выполняем один вот такой оборот сверху. И подхватываем нашу пенку, которая у нас уже снизу. Сделаем небольшой вот такой вот шарик. Подтянули. Теперь можно переводить, можно не переводить. Выполним небольшую сегментацию, так, чтобы у нас выходило приблизительно, как мы с вами изготавливали ручейничка или веснянку. Не доходим приблизительно, вот у нас получается совсем несколько миллиметров, пять-шесть, так, чтобы было место для крепления нашего пера. И здесь я выполняю уже завершающий узел. По толщине пенки выберите сами, с цветом определитесь. Я сейчас буду вам показывать тот вариант, который уже проверен и уже работает по мелководью, полководью, конкретно на щуку. По любым зарослям проходит очень хорошо этот стример. Выигрывает хорошо по сравнению со всеми другими воблерами. Пригодится как спиннингистам, так и на хлыстовикам. Оставляем в таком положении. Теперь берем с вами красный фломастер и подкрашиваем нашу пенку. Цвет желательно подобрать, чтобы был яркий. Потому что, когда щука стоит и очень пассивная на поклевку, а тем более в наших широтах она уже видела такое количество приманок, что практически не реагирует ни на что. Поэтому выманить ее очень тяжело на поклевку. И приходится экспериментировать с расцветкой, с разными раздражителями. Вот приблизительно вот так мы с вами окрасили нашу пенку. Для дальнейшего изготовления нам, как я уже объяснял в начале фильма, понадобятся все те же перья, которые практически мы выбрасываем. Вот я взял остаток перьев, которые у меня есть, оранжевого цвета. Я не отрываю, потому что места для крепления хвостика у нас уже мало. Желательно не создавать скученности материалов. Вплоть до того, что те, которые волоски остаются в момент отрезания, вот как вы видите, я их вот так вот беру, выдергиваю, выщипываю и дополнительно еще подрезаю. На место крепления капнем капельку клея. Если у вас нет такого материала, можно использовать без ущерба. Взять кусочек пенки, кусочек, вернее, простите, кусочек взять меха-писца, что позволит так же обозначить нам хвостик. Так как этого количества мало, я добавляю, добавляю, добавляю и добавляю. Беру еще с другого, с третьего. Вплоть до того, что если вы хотите, можно использовать перо марабу. Но так как у нас зачастую в магазине продают не само перо марабу, а индюка крашеного, у которого такое же качество пуховых перьев, которым мы с вами сейчас пользуемся, я всегда использую пуховое перо, которое не хуже работает. Закрепили. Пока у нас остается здесь нить, мы с вами должны добавить, ну, сколько вы сможете, допустим, две пряди, три-три пряди люрекса плоского. Желательно, чтобы он обладал голографическим эффектом. Блестящих элементов в нашей конструкции будет очень много, так как это один из факторов, который заставляет еще нашу зубастую подружку выйти на поклевку. И добавим еще сверху. Теперь такого количества приблизительно хотите, можете добавить больше. Как обычно я всегда делаю, чтобы мне это не мешало, взял вот так немножко, промазал клеем, заодно и подровняем кончики люрекса. Для дальнейшей работы нам с вами понадобится закрепить в этом месте вот такое перышко шартреса. Если у вас есть перо другого цвета, желтое, но желательно, чтобы не было оранжевым, так как у нас уже достаточно здесь элементов, которые и так раздражают. Нам необходимо, чтобы просматривалось конкретно наше тело. Закончили, обрезали, подрезали. Как обычно я делаю, но в данный момент мы сделаем совсем немножечко по-другому. Я возьму клей и сделаю 2, 3, 4, 5 точек, так, чтобы мой даббинг, который я уложу сейчас сверху, более крепче держался на нашей мушке. Из набора я беру вот такой белый светлый даббинг и прикладывая его, считайте вот так, обматывая тело, чтобы оно оставалось у меня в таком состоянии. Немножко необычно, но уже оправдано. Теперь мы берем нашу нить, забыли отрезать, сейчас выполним здесь завершающий узел и нашу нить переведем теперь. Переведем колечко. Как вы будете еще украшать? Это, пожалуйста, ваше личное дело, то есть практически каждый волен, как считает нужным. Этот вариант уже мной проверен. Я просто вам показываю метод, как можно изготовить. Берем наше перышко и теперь смотрите, в зависимости от того, как оно у нас будет ложиться, старайтесь ему не сильно мешать, попадаем вот так в наши пазы, которые мы сегментировали нашу нашу мушку. Вот так. Как видите, дополнительно еще нашим пером мы спокойненько обматываем, удерживаем наш люрекс. Дошли до крепления конуса. Теперь нам желательно, чтобы у нас не было вот здесь такого количества пуховых перьев крепим, остатки отрезаем. Нам необходимо совсем-совсем немножечко, вот так ровно 2-3 миллиметра залезть на нашу пенку, здесь закрепить нашу нить. Для того, чтобы в дальнейшем наша нить никуда не убежала, потому что материал мы будем крепить не совсем хороший, я в месте крепления пера и нити промажу хорошо клеем. Нам для того, чтобы изготовить крыло, как я уже объяснял в начале фильма, все мы будем изготавливать из остаточных материалов. Я подготовил два вот таких вот пуховых пера, которые есть, я думаю, у каждого вязальщика. Если нет, возьмите щепотку меха, песца, кролика, все, что у вас найдется, поставьте сверху. Но кролик при намокании, не забывайте, даст дополнительный вес, так же, как и сам песец. Мы подготовили вот так, с осью перо, то, которое у нас есть. Пока мы ничего не предпринимаем, берем с вами, присматриваемся, сколько нам необходимо будет длины пера, подравниваем одну половиночку и вторую. Вот приблизительно так, чтобы наш вырез одного и второго пера, давайте я вам буду тогда по-другому вязать, доходил до края нашего хвостика, чтобы хвостик был виден отдельно. Теперь мы берем с вами, крепим там, где оставили нашу нить, одно перышко с одного края, слегка-слегка, вот так, чтобы наше перышко смотрело вверх. Подравниваем второе перышко и так же не отрезая ни ось, крепим его здесь годится. Теперь мы можем с вами очень-очень аккуратно откусить остатки ости нашего пера. Посмотрели, устраивает? Да, нас все устраивает. И теперь для уверенности еще раз прихватим нашей ниткой вот так, с хорошей натяжечкой. и аккуратно для того, чтобы не нарушив конструкцию, отрезаем нашу ось. С одной и с другой стороны. теперь мы спокойно можем с вами убрать все пуховые перья, которые нам попадались и уже окончательно прихватить вот так наше перо. Вот. Так будет вполне достаточно. Подготовим теперь перышко для того, чтобы выполнить опушку. Для опушки я подготовил вот такое перышко куриное шартрес. Если у вас, допустим, нет, можно спокойно, вот уже в месте, где наша шейка, нам лохматости вполне достаточно для нашей мушки, можно спокойненько выполнить из даббинга, красного или оранжевого. Или же можно намотать другим пером, оранжевым, черным, то, которое у вас, допустим, будет под руками. выполним. Я его использую только лишь для того, чтобы более качественно скрыть место крепления пенки и нашего пера. Подровняли наши бородки, те, которые есть. Следим за тем, чтобы у нас оставалось место для закрепления пера. Вот столько оборотов у нас вышло, будет достаточно. Немножечко отвели, 1-2 оборота спереди сделали. Для того, чтобы более качественно оно все держалось, я, как обычно, беру и добавляю капельку клея на нить. Добавили, уводим опять все бородочки, чтобы не попадались нам под клей. Выполнили пару оборотов и здесь делаем завершающий узел. Выполнили с вами завершающий узел и наш вот такой необычный стример готов к работе. Благодарю вас за внимание.